Всем привет! Сегодня я хочу поднять очень важную тему ухода, а именно какие конкретные ингредиенты нужно искать в вашем уходе для того, чтобы действительно видеть результат на своем лице, а не просто зайти в магазин, что-то купить, что вроде бы как понравилось по упаковке или что вам навязал консультант в магазине, прийти домой, радостно это все намазать на лицо и понять, что вообще ничего из месяца в месяц не происходит. На данный момент уход может сделать многое, но только в том случае, если вы правильно его подбираете, знаете, какие ингредиенты действительно являются активными, что они могут сделать и что от них ожидать. Это в основном кислоты, разного рода витамины, пептиды, антиоксиданты и масла. Кто? Сегодня я хочу остановиться лишь на нескольких, наверное, самых главных, самых эффективных и те, которые мы можем легко встретить в продаже. И в конце этого видео я также вам расскажу, как лучше всего составлять уход, сделать его наиболее сбалансированным, на что обратить внимание. И, в общем-то, надеюсь, что это вам поможет разобраться среди миллионов банок, которые сейчас просто представлены на рынке. И давайте приступать. Антиоксиданты защищают нашу кожу от свободных радикалов, которые опасны тем, что со временем они могут разрушать клетки нашего организма. Некоторые антиоксиданты также могут и осветлять кожу, и снимать раздражение, и даже разглаживать морщины. Антиоксидантами могут быть как и кислоты, так и витамины и другие ингредиенты. Альфа-липоевая кислота является очень сильным антиоксидантом, который способен продлевать обновленный вид вашей кожи, улучшать ее текстуру и даже тон. Этот ингредиент очень чувствительный к солнцу, поэтому обязательно нужна правильная упаковка, где он будет полностью защищен от солнечных лучей. Это может быть как полностью непрозрачная пластиковая упаковка, так и это может быть стекло, но обязательно с ультрафиолетовыми фильтрами. И средства с этим ингредиентом лучше наносить на ночь. Ресфератрол – это природный фенол, который содержится в нескольких растениях. Фируловая кислота – это высокоактивный фитохимический антиоксидант, который естественным образом содержится в стенках растительных клеток. Будьте добры, помедленнее, я записываю. Также отличнейшими антиоксидантами являются такие ингредиенты, как витамин С, ретинол или витамин А и витамин Е. Но это скорее, я бы сказала, что их побочное свойство. Наибольшую цену все-таки имеют их другие характеристики, и давайте немножко сейчас о них и поговорим. Витамин С на данный момент является одним из самых лучших антиэйдж ингредиентов. Но для того, чтобы вы действительно увидели результат на своем лице, он должен быть в высокой концентрации, в правильной формуле и обязательно в защищенной упаковке. Сложно? Непонятно! Витамин С как ингредиент крайне нестабилен, поэтому обычно все сыворотки и кремы с этим ингредиентом, которые действительно работают, стоят очень дорого. Это именно тот ингредиент, который способен оживить уставшую кожу. И если он в высокой концентрации, а это не меньше 20%, то он также способен стимулировать выработку коллагена, что соответственно уменьшит проявление морщин на лице. Он также способен осветлить пигментные пятна и бороться с сосудистой сеточкой. Ну и как я сказала, витамин С это очень хороший антиоксидант, но знаете, лучшее свойство антиоксиданта является одновременно и худшим его свойством. Принцип действия любого антиоксиданта заключается в том, что он соединяется со свободными радикалами кислорода таким образом, что вашей коже этого делать не нужно. А поскольку витамин С обладает очень сильными антиоксидантными свойствами, то по сути со свободными радикалами он может начать соединяться, уже находясь просто в бутылочке. То есть еще до того, как вы даже нанесете это на лицо или даже до того, как вы купите это в магазине. Потому что когда он стоит на прилавке, он также может начать уже работать и как бы выдыхаться, если можно так сказать. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. И в процессе того, как он начинает окисляться, он также меняет и цвет и текстуру крема или сыворотки. От прозрачного она может пойти в такой светло-оранжевый и все это закончится уже темно-оранжевым цветом. Именно поэтому очень часто сыворотки с витамином С уже сразу делают оранжевого цвета. Для того, чтобы своего рода вас обмануть и вы не всегда поняли, когда ваш витамин С уже перестает работать. И когда он не то, чтобы пользы вам не приносит, а он даже может вам и навредить. Дело в том, что когда происходит это изменение, то случаются две вещи. Активность витамина С становится нарушенной. И что гораздо хуже, это то, что антиоксидантная композиция становится прооксидантной. Поэтому если вы решите приобрести сыворотку с витамином С, то обязательно следите, чтобы все условия были выполнены. И покупайте тот процент, который, грубо говоря, позволит вам ваш кошелек. Потому что высокая концентрация 100% будет стоить дорого. А только исключительно высокая концентрация витамина С способна сделать именно антиэйдж эффект. Все, что в более низких дозах, это все скорее направлено на сосудистую сеточку, на пигментные пятна, на общее какое-то освежение лица, но не более. И также, если вы будете использовать какие-то средства с витамином С, то их крайне нежелательно соединять с ниацинамидом. Поэтому следите, чтобы в остальном уходе этого ингредиента не было. Ретинол или витамин А это тоже очень универсальный и мощный ингредиент. И в зависимости от его концентрации, он тоже может разглаживать и заполнять морщины, осветлять кожу, бороться с пигментацией, с постакне, даже с самим акне и даже гормонального характера. Изи. Минус ретинола заключается в том, что это достаточно агрессивный ингредиент. И если вы никогда не пользовались им раньше, то лучше начинайте как можно с меньшей его концентрации, с 1% или даже меньше. Потому что, когда вы только начинаете использовать ретинол, вы можете заметить обратный эффект. Сначала он может вызывать и сухость, и раздражение кожи, и шелушение, и даже вас может еще больше обсыпать. Но все это должно случиться только в первый период адаптации, после чего кожа ваша должна успокоиться и начать его принимать именно положительно. Если этого не происходит, значит у вас слишком чувствительная кожа для этого ингредиента. И к сожалению, вы его использовать не сможете, как бы вы того не хотели. Впрочем, это уже совсем другая история. И обязательно, это крайне важно, средство с ретинолом дополнять каким-то хорошим увлажнением и или питанием. Ну, тут все зависит от типа вашей кожи. Витамин Е также является очень сильным антиоксидантом, и он также снимает воспаление кожи. Это настоящий профессионал в сохранении кожи мягкой и эластичной. И что является его огромным плюсом, это то, что он не является агрессивным. И редко его можно встретить как главный активный ингредиент в каких-то кремах и сыворотках. Скорее, это будет что-то, что будет дополнять какую-то общую композицию. Чаще всего можно встретить аббревиатуру AHA и BHA. AHA это альфа-оксикислоты, а BHA бета-гидроксикислоты. Разница между ними заключается в том, что AHA работают только на поверхности кожи, когда BHA могут работать и глубже в порах. К AHA относятся гликолевая, молочная, винная, лимонная кислоты, а к BHA салициловая кислота и витамин В5. Результат, в принципе, от всех кислот один и тот же, это эксфолиация. И то, насколько они будут эффективными и агрессивными, зависит опять-таки тоже от их концентрации. Любая кислота в высокой концентрации 100% будет давать видимый эффект. Чаще всего для эксфолиации используется либо гликолевая, либо молочная, либо азолуиновая кислота. И что очень важно понимать, какая конкретно кислота лучше всего подойдет вам, заранее неизвестно. Тут только пробовать и, соответственно, делать выводы. Опять-таки, как и со всеми активными ингредиентами, лучше всегда начинать с дозы поменьше и посмотреть, как реагирует кожа. Потому что, если сразу взять очень высокую концентрацию, вполне вероятно, что вы не желаемый эффект получите. А просто это очень сильно будет раздражать вашу кожу с непривычки. И, возможно, вы измените свой тип кожи на чувствительную и потом вообще ничем пользоваться не сможете. Также хочу несколько слов сказать о гиалуроновой кислоте, потому что это сейчас, наверное, один из самых раскрученных ингредиентов. И один из, наверное, самых спорных, потому что каждый раз, когда я упоминаю об этой кислоте, я получаю несколько таких комментариев. Гиалуроновая кислота очень часто используется в увлажняющих кремах, потому что молекула гиалуроновой кислоты может притягивать до тысячи раз больше своего веса в воде. Но все чаще и чаще я слышу, что молекула гиалуроновой кислоты достаточно большая, из-за этого она не проникает в кожу, находится на поверхности и работает обратным образом. То есть не притягивает из космоса, грубо говоря, влагу в вашу кожу, а наоборот вытягивает влагу из вашей кожи на поверхность. На самом деле я не встречала ни одного какого-то проверенного исследования, которое бы это доказывало. Я не говорю, что это от 100% неправда, но тем не менее я пока не встречала какие-то конкретные факты, которыми бы я могла руководствоваться и на которые я могла бы ссылаться. Но, насколько мне известно, в уходе используется гиалуроновая кислота с разной молекулярной массой и также очень большую роль играет то, в какой формуле находится гиалуроновая кислота. Тем не менее, как бы там ни было, гиалуроновая кислота не является панацеей и это не какой-то супер ингредиент, который обязательно должен присутствовать в вашем уходе. То есть он может как быть там, так и если его не будет, ну как бы и ладно. Пептид представляет собой молекулу, состоящую из двух и более аминокислот, которые связаны между собой пептидными связями. Пептиды являются фрагментами белков, а белок по сути это основной строительный материал кожи. Без пептидов кожа повреждается и, соответственно, снижается ее тонус, появляются морщины и изменяется текстура. Да, это жестко. На рынке сейчас представлено огромнейшее множество пептидов, которые какими-то разными фирмами могут быть даже запатентированы. Но ни один пептидный комплекс не является панацеей. И скорее пептиды нужно рассматривать как дополнение к вашему уходу. Когда пептиды используются вместе с антиоксидантами, успокаивающими кожу ингредиентами, а также восстанавливающими кожу ингредиентами, тогда они действительно могут в комплексе сработать и тогда они могут устранить многочисленные признаки старения и результат вам понравится. Но я вам крайне не советую полагаться на пептиды как на основной активный ингредиент, от которого вы ждете результат. Пептиды также отлично работают как проводники для каких-то активных ингредиентов, например, таких как нецинамид, витамин С, разные увлажняющие ингредиенты. Но их крайне, кстати, нежелательно использовать с АЧ-кислотами, потому что кислотный PH крайне нежелательен для пептидов. Если вы делаете эксфолиацию с помощью АЧ-кислот, то не используйте сразу после этого пептидный комплекс. Если вы постоянно используете АЧ, то есть и утром, и вечером, и каждый день у вас обязательно присутствуют АЧ-кислоты в вашем уходе, тогда от пептидов вообще лучше отказаться. Если же вы делаете, к примеру, раз в неделю какой-то АЧ-пилинг, то просто вот конкретно в тот день отставьте сыворотку с пептидами, не используйте ее, оставьте ее на следующий день. Вот эту группу на самом деле сложнее всего объединить, потому что, когда мы думаем о маслах, вот чаще всего представляется, что это что-то такое питательное, это что-то такое склизкое, жирное и совершенно неподходящее для жирного типа кожи, когда на самом деле масла могут выполнять просто кардинально разные задачи и могут в том числе и для жирной кожи тоже подходить. Я хочу перечислить лишь несколько, но я заметила, что в последнее время именно этот короткий список встречается очень часто, поэтому если что-то из этого вас заинтересует, то в разных марках это можно найти. Марокканское органовое масло это источник жирных кислот, витаминов, фенолов и каротинов. Основное содержание жирных кислот органового масла состоит из олеиновый и линолевой кислот. Это масло поддерживает здоровье кожи и уменьшает шелушение. Масло семян шиповника богато линолевой кислотой, а также провитамином А, которые уменьшают признаки фотостарения. Масло марула это богато антиоксидантами масла, которое получают из косточек плодов дерева марула. В основном оно также состоит из олеиновой и линолевой кислот. И во многих источниках утверждается, что это масло не только увлажняет и питает кожу, но также способно восстановить ее тонус. Растительный сквален это насыщенный и стабильный углеводород, который естественным образом содержится в коже. Он обладает очень высокой смягчающей способностью, также это исключительный увлажнитель, который способен предотвратить потерю гидродации кожи, что собственно ведет к потере тонуса и эластичности. Сквален, кстати, не является комедогенным, поэтому он подходит для использования для любого типа кожи. Ну что ж, по активным ингредиентам я на этом хочу закончить. Это далеко не все активные ингредиенты и еще очень много разных других и масел, и антиоксидантов, и прочих компонентов, но вот это те, которые можно очень легко встретить в розничной продаже. И многие как раз такие маркетинговые компании свои строят на основе этих ингредиентов. Но теперь, когда мы знаем, какие у них плюсы, минусы и особенности, будет легче своего рода собрать свой идеальный уход. И сейчас я хочу вторую половину этого видео как раз таки этому и посвятить, а то есть помочь вам разобраться в том, как собрать уход. Итак, любой полноценный, но в то же время и базовый уход должен состоять как минимум из пяти позиций. Это очищение, тонизация, использование какого-то активного ингредиента, увлажнение и или питание, в зависимости от типа вашей кожи и защита. Самое важное здесь, это изначально понять, что является главной причиной беспокойства, что больше всего вам не нравится. Будь то акне или потеря тонуса, или пигментные пятна, морщины, сосудистая сеточка. В принципе, это может быть что угодно, просто определите, что больше всего вас беспокоит. И в зависимости от этого уже подбирайте основной активный ингредиент, вокруг которого и будет строиться ваш уход. Категорически нельзя подключать сразу все, и ретинол, и витамин С, и поливать себя кислотами. Ни в коем случае этого нельзя делать, потому что вы 100% сделаете вашу кожу очень чувствительной. Она не сможет это выдержать, и вы только себе навредите. Все пропало. Поэтому выбирайте что-то одно и дополняйте это вашим базовым уходом. К примеру, если вас беспокоит потеря тонуса, подключайте витамин С. Если у вас плохая текстура кожи или акне, выбирайте ретинол. К базовым средствам я отношу увлажняющий крем, и его я рекомендую использовать абсолютно всем, потому что у 99% из нас кожа обезвожена. И, кстати, жирная кожа также очень часто бывает обезвоженной. Просто в ней нарушен баланс, и она гораздо больше вырабатывает кожного сала, а влаги как раз-таки ей может катастрофически не хватать. И помимо этого не забываем об очищении и тонизации кожи. Для очищения лучше всего использовать двухступенчатую систему. То есть изначально вы просто снимаете макияж с помощью какого-то средства. Будь то ватный диск с мицеллярной водой, или это гидрофильное масло, или это какое-то молочко для снятия макияжа. Вот абсолютно не важно, что вам нравится, что вам подходит, что вам нравится по стоимости, то и выбирайте. Но после этого обязательно я советую использовать также какое-то средство, которое принято называть умывалкой. Зачастую это какие-то пенящиеся средства. И вот после того, как вы сняли макияж, вы уже после этого полноценно умываетесь. И, кстати, тоник это не часть очищения. Я очень, кстати, часто слышу такую вещь, что вы смываете макияж с помощью какого-то средства по типу мицеллярной воды, а потом доочищаете с помощью тоника. Но тоник на самом деле кожу не очищает. Тоник на самом деле это такая непонятная, базовая и скучная часть ухода, результаты которого ты можешь и не осознавать, и не ощущать. Особенно если кожа нормальная, тогда в принципе вообще непонятно, что он делает. Но тоник восстанавливает pH-баланс кожи. И для тех, у кого сухая кожа, те сразу заметят действие тоника, потому что после умывания может появиться чувство сухости и стянутости кожи. И как только вы пользуетесь тоником, сразу это чувство проходит. Но тоник может также нести какие-то дополнительные свойства. К примеру, он может содержать H-A кислоты и дополнять ваш кислотный уход. Он может быть увлажняющим, да и в принципе каким угодно. И последний шаг, который на мой взгляд обязательно нужно выполнять, это использование SPF защиты в дневное время. Если вы пользуетесь активными ингредиентами, особенно в высокой концентрации, такими как витамин С, ретинол, H-A кислоты, 100% ваша кожа будет очень чувствительна к ультрафиолету. Да, я знаю, что вы мне сейчас скажете, что он липкий, противный, белый, блестящий. Кожа с ним выглядит ужасно, у некоторых он вызывает прыщи. Бла-бла-бла. Но скажите мне, пожалуйста, какой смысл тратить деньги на сыворотки с активными ингредиентами, которые чаще всего действительно стоят очень дорого, если вы не получаете то, что вы от них хотите получить, а можете еще и в теории себе навредить. Не нравятся вам кремы с SPF? Хорошо, тогда воспользуйтесь какими-то минеральными пудрами. Или на худой конец оденьте шляпу или бейсболку, что-то, что прикроет ваше лицо, и оно не будет находиться, грубо говоря, под солнцем. Если вы не планируете идти на пляж и лежать там под солнцем в форме звездочки, тогда вам и не нужно обязательно использовать какие-то очень густые кремы с SPF 50, с самыми сильными фильтрами и так далее. Если вы на солнце проводите 5 минут, пока вы дойдете до машины, или там, не знаю, полчаса, пока вы дойдете до работы, до учебы, вам не нужны такие кремы. Вы можете ограничиться и чем-то другим, но тем не менее защищать свою кожу обязательно нужно. А если вы все-таки планируете идти на пляж и загорать, чего я, в принципе, вам не советую, потому что солнце это злейший враг для нашей кожи, и под лучами солнца мы быстрее всего стареем. Но тем не менее, если вы это планируете делать, не используйте активные ингредиенты в это время. Как видите, кстати, я не перечислила уход для зоны вокруг глаз. А все потому, что я лично не знаю ни одного активного ингредиента, который можно использовать в этой области, и чтобы было реально доказано его эффективность. Обычно кремы для зоны вокруг глаз отличаются от ваших базовых увлажняющих кремов только текстурой. Из-за того, что зона под глазами наиболее тонкая и наиболее чувствительная, здесь самое главное не перегружать ее. Для этой зоны лучше использовать как можно более легкие текстуры, потому что в противном случае можно заработать себе две вещи. Ну, на самом деле, я думаю, гораздо больше, чем две вещи, но самые часто распространенные это либо отеки, особенно если вы наносите крем на ночь, очень многие люди просыпаются с опухшими веками. В таком случае рекомендуется, в принципе, вообще ничего не наносить и ограничиться только использованием увлажняющего крема на все лицо, и немного все равно эта зона увлажнится во время того, как этот крем будет впитываться, что-то где-то подвинется, и чуть-чуть вы эту зону все-таки увлажните. И еще одна нехорошая, очень нехорошая штука, которую можно заработать, это милия. Я как раз-таки нахожусь на грани этого заболевания, потому что я всю жизнь думала, что очень важно плотным слоем увлажнять эту зону для того, чтобы избавиться от темных кругов, от отечности, но на самом деле я делала себе только хуже, и сейчас я заработала себе вот эту вот текстуру под глазами, которую ничем невозможно вывести, кроме как по ходу к косметологам. По сей день хожу вот с этой текстурой, и с помощью ретинола и каких-то пилингов я не могу это убрать, потому что для этой зоны эти ингредиенты нельзя использовать. Поэтому не повторяйте мои ошибки, и для зоны вокруг глаз используйте какие-то наиболее легкие кремы, которые не будут перегружать эту зону. Вот где можно немножко сэкономить, это как раз-таки на креме для зоны вокруг глаз, потому что он может быть очень базовым. В общем-то я очень надеюсь, что вам стало немножко понятнее, как составить свой уход. Ни хуя не понял. Ну очень интересно. И самое главное, это смотрите, чтобы между собой средства не конфликтировали, а наоборот друг другу помогали. К примеру, если вы выбрали витамин С, то сюда отличным дополнением будут какие-то средства с пептидами. Если же вы пользуетесь антиоксидантами, то следите, чтобы в составе ваших кремов не было ниацинамида, ну и так далее. Любые маски, дополнительные сыворотки, эссенции, патчи и так далее, это все уже дополнительный уход. И тут, конечно, можно до бесконечности разгоняться. Все зависит только от того, сколько вы хотите тратить время на ваш уход. И, естественно, денег. Деньги есть. Последнее и очень важное предупреждение. К активным ингредиентам нельзя относиться пренебрежительно. Особенно это относится к тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, к беременным, к кормящим, к тем, кто планирует беременность. Поэтому, пожалуйста, здесь либо консультируйтесь с профессионалами, либо хотя бы на каком-то банальном уровне погуглите и займитесь самопросвещением. Я вышел в интернет с таким вопросом. И последние несколько слов я хочу уделить именно конкретным маркам, которые уже себя зарекомендовали. И это марки в разных ценовых категориях, в зависимости от того, что вы можете себе позволить. Я хочу вам предложить несколько вариантов, чтобы вы впустую не потратили свои деньги. И, кстати, сразу вам скажу, что это огромный миф, что можно пользоваться только одной линейкой какого-то одного бренда. Скорее всего, единственное, что там сделано уже за вас, это исключены какие-то конфликты между ингредиентами. Но, по большому счету, вы это можете сделать и сами. Не обязательно использовать целую линейку, потому что чаще всего, знаете, там просто что-то одно хорошее, а все остальное просто как дополнение, чтобы вы потратили деньги. Но вы можете обойтись и без всего этого. Если вы хотите побаловать себя премиум-сегментом, то здесь я рекомендую такие марки, как Drunk Elephant, Sunday Riley и Abage. В Middle Market себя очень хорошо зарекомендовал бренд Pixi, особенно их новая, вернее не новая, а обновленная линейка. У них составы стали значительно лучше, и там есть как узкоспециализированные продукты, например, исключительно витамин С, то есть сыворотка с витамином С, так и более какие-то комплексные формулы. А что касается бюджетного ухода, но действительно работающего, то тут, конечно же, The Ordinary. Это один из, наверное, самых лучших брендов, именно бюджетных в плане каких-то активных ингредиентов. Также недавно появился такой бренд, как Inkey List, и, в принципе, он является прямым конкурентом The Ordinary. Да и, в принципе, как мне кажется, у них вся философия бренда совпадает с The Ordinary. Там, где вы получаете очень короткий состав, который состоит только исключительно из активного ингредиента или нескольких активных ингредиентов и компонентов, которые просто-напросто их стабилизируют и не дают им испортиться. И также, кстати, хочу вам порекомендовать американский бренд CeraVe. Этот бренд уже очень долго присутствует на рынке, и это один из лучших брендов для чувствительной кожи. Вот если у вас реальная проблема с чувствительностью, кожа постоянно раздраженная, у вас, к примеру, розоцея или что-то вот в таком духе, то обратите внимание на этот бренд, потому что он максимально такой сбалансированный и нежный, и там именно базовый уход, вы там не найдете ни витамин C, ничего такого, но там какие-то базовые умывалки, базовые увлажняющие кремы, которые действительно очень хорошо подходят для чувствительной кожи. Ну и, конечно же, всеми нами любимая Корея, но здесь я не могу выделить какие-то конкретные марки, потому что, в принципе, много марок в Корее действительно хорошие, и любая марка может выпустить что-то очень классное, и что-то, скажем так, не очень, поэтому если вы хотите именно корейский уход, то здесь я вам скорее рекомендую просто по отзывам выбирать, то есть, если, к примеру, вы знаете, что вам нужен увлажняющий крем, вот просто гуглите отзывы, хороший корейский увлажняющий крем. И совет вам лично от меня, если вы хотите раскошелиться и взять какой-то премиум-сегмент, например, тот же Drunk Elephant или Sandy Riley, я не советую вам тратить деньги прям, вот знаете, на всю линейку, на их увлажняющий крем и на крем для зоны вокруг глаз и так далее. Лучше потратить свои деньги на какую-то сыворотку с активными ингредиентами, вот именно на активный ингредиент нужно вкладывать больше всего денег, а все, что остальное, здесь уже можно немножко экономить. Фух, на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и было для вас полезным, если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх, и делитесь этим видео с друзьями и подругами, для того, чтобы и они лучше разобрались в ингредиентах. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. Также YouTube сейчас предлагает вам мои другие видео, можете их посмотреть, а если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом видео через несколько дней.